Продолжение следует... В слове «сказка» перед глухим «к» произносим звук «с», хотя пишем букву «з». Далее давайте разберемся, как мы будем определять род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. Здесь нет четких правил, только общие рекомендации, поэтому в трудных случаях не стесняйтесь обращаться к справочной литературе. Итак, слова, называющие предметы неживой природы, это, как правило, существительные среднего рода. Удобное такси, строгое жюри, горячее какао. Но все вы знаете, например, что кофе – напиток, это существительное мужского рода, поэтому правильно говорить черный кофе. А кальраби – это капуста, это существительное женского рода, поэтому правильно – спелое кальраби. Название лиц мужского пола – это существительное мужского рода. Название лиц женского пола – это существительное женского рода. Уважаемый маэстро – обращение к музыканту-мужчине. Пожилая – мадам. Речь идет о женщине, поэтому слово «мадам» – существительное женского рода. Название животных – это, как правило, существительное мужского рода. Быстрый кенгуру, сильный шимпанзе, но и здесь очень много исключений. А вот род названия географических объектов, имен собственных, определяется родом нарицательного существительного, который соотносится с этим географическим объектом. Так, слово «миссисипи» – это существительное женского рода, потому что «миссисипи» – это река, и поэтому правильно говорить «быстрая Миссисипи». Слово «капри» – это существительное мужского рода, потому что «капри» – это остров, поэтому «солнечный капри». Слово «чили» – это существительное среднего рода, потому что это государство, и правильно говорить «далекое Чили». Как видите, в этом случае ваша грамотность зависит от широты вашего кругозора. Следующая наша тема – это чередование гласных ОА в корнях. Прежде всего, в корнях ЛАК-ЛОЖ. Здесь у нас правило такое. Гласное А пишется перед согласной Г, гласное О пишется перед согласной Ж. То есть правописание гласной зависит от последующей за ней согласной. Посмотрите. Слагать корень ЛАК – пишем А перед Г. Предлагать корень ЛАК – пишем А перед Г. Сложить корень ЛОЖ – О перед Ж. Предложить корень ЛОЖ – перед Ж. Кроме того, есть еще одна подсказка. После корня ЛАК всегда идет суффикс А. Посмотрите. Слагать – вот он суффикс А. Предлагать – суффикс А. Следующий корень с чередованием гласных ОА – это корни раст, ращ, роз. Правописание гласной здесь точно так же определяется по следующей за ней согласной. Гласную А пишем перед сочетанием СТ, А пишем перед Щ, О пишем перед С. Посмотрите, растение, корень раст, А, перед СТ. Подрастать, А, перед СТ. Выращенный А, перед Щ, подросли, корень роз, О, перед С, водоросли, О, перед С. Есть исключения. С гласной О пишем слова Росток, Ростовщик, Ростов – название города, Ростислав – мужское имя через гласное О пишется. И слово отрасль в корне пишется гласное А. А вот в корнях ГАР, ГОР и ЗУР, ЗАР позиция гласной, прописание гласное, она определяется тем, безударное это гласное или ударное. В корне ГАР, А у нас всегда под ударением. Смотрите, в слове ЗАГАР здесь у нас нет орфограммы, потому что гласная находится в сильной позиции. А когда это гласная безударная, то мы должны написать гласную О, ЗАГАРЕЛЫЙ. Пишем гласное О, потому что она находится в безударном положении. В корнях ЗОР, ЗАР под ударением мы можем написать О или А. ЗОРЬКА, ЗАРЕВА. Здесь нет орфограммы. А в безударном положении мы должны будем написать только А. ЗАР, 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 ЗАР.